Итак, смотрите, что вообще такое скандинавская ходьба? Мы уже с вами немножко познакомились, что это ходьба, в которой добавились две палки. С одной стороны, немного странно, да, зачем человеку две лужные палки и что это вообще дает. На самом деле, ходьба, мы знаем с вами, что она очень физиологична, она естественна для человека, он ее нарабатывает, да, с момента рождения и использует на протяжении всей жизни. Единственное, что у нас происходит, у нас может меняться сама биомеханика движения, да, за счет того, что в организме могут происходить какие-то изменения. И вот как раз ходьба с палками, она с одной стороны позволяет за счет дополнительной две точки опоры включить в работу верхний весь плечевой пояс, переразгрузить нашу нижнюю часть, да, разгрузить в первую очередь наши коммерческие суставы. И получается, что одновременно при такой торпе у нас включаются в работу все 90% мышц. С одной стороны, мы с вами вроде бы вышли, ходим с палками, но при этом у нас в работу включаются все 90% мышц. Поэтому скандинавская ходьба, она абсолютно для всех. То есть ей могут, ее могут использовать люди любого возраста, от малого, да, до юника. И при этом с любым уровнем физической подготовки в любое время года. И можно так сказать, что она даже очень доступна, потому что для старта нам необходима пара кроссовок, да, и палки, и уже все, да. То есть тренировка может быть у нас в любой близлежащей, да, для нас локации. Поэтому, если мы говорим о скандинавской ходьбе в разрезе школьных, да, проектов, то наш школьный стадион, он может уже стать площадкой для тренировок о скандинавской ходьбе. Я вам сегодня выписала вот все возможные, да, формы реализации скандинавской ходьбе в школе. Это и дни здоровья, это квест и игровые формы, где палки, да, могут добавляться в локации. И если человек, да, там обычно просто переходил, то здесь он может одновременно в разрезе, да, уже физической нагрузки проходить различные квестовые или игровые формы. У нас есть очень хороший положительный опыт внедрения скандинавской ходьбы как урока физкультуры. И здесь у нас был такой пилотный проект в 150-й школе, где для 10-го класса мы один урок физкультуры заменили скандинавской ходьбой. И всю четвертую четверть дети занимались скандинавской ходьбой. Мы сделали с ними тесты пешеходной на 2-2 километра, оценили, да, их параметры вначале и оценили их параметры потом уже в конце. И получается, что мы смогли отследить, насколько у детей улучшилось их физическое состояние. С одной стороны, они все отметили, что что стали более подвижны в верхнем плечевом поясе. Точно так же мы отметили по тестам, что у детей сократилось время, за которое они проходили 2 километра. И немножечко по-другому уже мы заметили разницу в пульсовых зонах. При этом дети отметили, что скандинавская ходьба в разрезе урока физкультуры для них интересна. Но при этом они бы хотели, чтобы это были более какие-то длинные локации, потому что иногда скучно ходить вокруг школьного стадиона. Но вместе с этим им было интересно, когда мы добавляли различные формы разминки, заминки. Когда мы включали различные игровые формы, это все то, что приносило интерес в их уроке физкультуры. Плюс немаловажно, я это отметила учитель физкультуры, что дети, которым нельзя заниматься, в которых освобождение, они с легкостью, с радостью включали в свои уроки физкультуры. Если мы двигаемся с вами дальше, мы можем использовать скандинавскую ходьбу как позашкольную активность. Что мы имеем в виду позашкольную? То есть мы можем организовать такие совместные походы, где детки могут быть вместе с родителями или с учителем выдвигаться на прогулку, как я говорю, вместо похода в театр, для них альтернативой может послужить скандинавская ходьба. Это может быть летний лагерь во время школьных каникул. Также в некоторых школах мы попробовали вид физической активности именно для учителей, когда мы собирали мастер-классы и на тренировку приходили учителя. Я тоже имела очень такой позитивный опыт, хотя есть момент стеснения среди учителей, но тем не менее отзываются. И директора школы годно приглашают для ознакомления учителей с таким вот видом физической нагрузки. Потому что смотрите, в чем вообще, можно так сказать, уникальность скандинавской ходьбы. Она не сложна. Можно сказать, фитнес для ленивых. Кто не хочет бегать, кто не может бегать, кому тяжело ходить в тренажерный зал, кто не хочет поднимать какие-то тяжести, кто вообще со спортом не дружит, то есть таких много, он может использовать ходьбу с палками, потому что может адаптировать ее для себя, подобрать свой темп и уже в нем находиться. И это очень комфортно для самого человека, потому что любая физическая нагрузка, она должна быть для человека приятной. Человеку должно хотеться на нее возвращаться, а не так, да, он бы занимался и потом вообще думает, ой, ну ладно, дадусь, но спустя несколько месяцев, да. Итак, смотрите, двигаемся дальше. Это может быть послешкольная активность для детей и родителей. У нас сейчас есть такой даже проект «Территория поколений», где мы соединяем детей с родителями, детей, бабушек и дедушек, да, вот в такие активности, и что хорошо, они могут одновременно, да, принимать участие в таком виде физической нагрузки. Ну, мало таких видов, да, физической нагрузки, где могут и родители, и дети быть сразу, да, и одновременно. При этом в процессе они могут общаться, у них появляются общие ценности, ценности здоровья, здорового образа жизни, спорта. Они могут готовиться, да, к каким-то мероприятиям, и есть такой вот тоже у нас положительный опыт, когда готовятся к соревнованиям, и родители, и дети, да, и потом вместе включаются на разные дистанции. Я считаю, что это очень здорово, когда мы можем формировать такие вот ценности, да, здоровья через семью. Соревнования – это то, что добавляет стимула в тренировках, да, и при этом создает вот такой вектор, да, физического развития детей, учителей, родителей, которые мы можем тоже использовать. И, конечно же, это включение инклюзивных групп, и, как показала практика, мы в этом году проводили соревнования, это был этап Кубка мира по склединавской ходьбе, и там отдельная дистанция, да, то есть это были люди с ограниченными возможностями, это были люди с инвалидностью, это когда человек вроде бы, когда чувствует себя ограниченным, но тем не менее в скандинавской ходьбе он может чувствовать себя полноценно, наравне участвовать в соревнованиях, достигать, получать свои медали, да, занимать призовые места. Так, посмотрите, волонтеры, предлагаю попробовать сейчас кандинавскую ходить туда, чтобы мы могли оценить, что это такое. Итак, приглашаю наших добровольцев. Как вас зовут? Наталья. Наталья, Светлана, вы тоже идите сюда, да? Да, да. Сейчас я хочу. Каждая палка, она с одной стороны вроде бы лыжная, но не лыжная, она для скандинавской ходьбы, она оборудована в телекло, у нее есть специальные наконечники, благодаря которым мы можем уходить и двигаться по любой поверхности. Мы с вами в первую очередь выбираем длину палки. Здесь же идите туда. Что значит длина палки? Потому что смотрите, изначально какая у нас функция палки? Она служит продлением нашей с вами руки, да, то есть как будто ее взяли, вытянули и совединили с поверхностью. И тем самым, да, мы получили точку опоры. Поэтому, когда рука возвращается, длина палочки у нас будет определяться прямым углом между человеком и, мы сейчас взяли чуть-чуть выше, да, чтобы вы попробовали, это у нас будет сразу такой с вами фитнес-уровень, есть уровень здоровья, есть... Так, и у нас... Так, правую руку давайте. Так, мы с вами выбираем что-то важнейший экстурию. На слайд, да? Вы чего-то не то сделали. И так тоже бывает, да? Он не пустовал. Итак, смотрите. Мы с вами будем начинать как с обычной ходьбы. В обычной ходьбе, что у нас с вами присутствует? Первое положение, исходное, это осанка. Ноги на ширине тазобедренных суставов, плечи у нас опущены вниз, лопатки чуть сведены, макушка потянула сервер. Наше исходное анатомическое положение, в котором мы с вами должны находиться на протяжении всего дня. Руки опущены вниз вдоль корпуса. Наличие палок, пусть вас не смущает. Они у нас сейчас просто будут находиться внизу. Аккуратно. И уходим, молотим. Я вам сейчас предложу сделать несколько движений обычных, в которых работают только ноги. Руки остаются вдоль корпуса. И вы под таким вот обычным образом выберете, что у вас едва из такого жука опускаете, что у вас есть в воздухе, и вам нужно. Я просто сейчас тогда доберусь до этого. Да. Пойдем на столичь. Продолжайте, продолжайте. Продолжайте. Выход. Выход. Там палочка волочится у вас по поверхности. И добавляйте в небольшой амплитуде движения руками. У нас с вами должно пойти в работу рука противоположная ногам. По коридору мало места, да. Сейчас мы идем с вами на коридор. Так, левая рука. Правая. Вот это левая. Вот это левая. Да. Поможем выдвинуться? Да. Хорошо. Ну, тоже надо. Опускаем вниз. Отлично. И мы с вами сейчас будем выйдем, давайте, на... Сюда. Опускайте вниз. Идем снизу на меня. Накапывайте. Всевоположная рука. Отлично. Заходите туда, там разворачивайтесь. Как мы делаем здесь? Да. Да. А где еще один участник? Сейчас идет спалку. Так. Теперь смотрите, что мы делаем. Когда у нас движение, если палка будет... Продолжение. Продолжение следует... Мы добавляем пикпу, опираемся на палку и корпусом отталкиваем туда. Здесь плитка не может прозвязывать, но тем не менее стараемся попробовать. Продолжаем с маковыми движениями. И когда у нас палка выходит вверх, отразим. Аттракции, аттракции, тропозвязи. Продолжение следует... Вы опираетесь и палкаете на палку. Начните с волосения. А ну, стойте, стойте. А ну, стойте. И выясните, скажите, поменяем на то. Да. Если что-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто двигайтесь. И захватите теперь рукоятку. Я не понимаю, зачем? Отдвигайтесь. Отколотитесь. Бяка. Ну, вот, по полуке как бы не нужно. Просто тяжело, что... Я не могу обереться сильно. А, вот. Ага. Посмотрим, да? Посмотрим, да? Посмотрим, да? Посмотрим, да? Прекрасно. Да. 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 Да, начали работать еще и плейки. И тебе полгода. И вы нас разыскиваете по всей этой, да? И вот здесь, смотрите, в момент... Верните все все. Сделайте, Наталья, шаг. Так, чтобы... Смотрите, вот у нас что происходит. То есть, это вот момент техники, где у нас идет перенос веса с правой с одной ноги на другую. При этом мы добавляем еще одну точку опору, да? С помощью руки и с помощью палки. Мы прикладываем силу. То есть, мы давим на палку и толкаемся корпусом вперед. То есть, у нас будет происходить смена, да, между рукой и корпусом. То есть, рука уходит назад, корпус уходит вперед за счет прикладывания силы. За счет прикладывания силы мы с вами включаем в работу величевой сустав. Мы включаем в работу мышцу лопатки, включая мышцы, которая помогает нам совершать этот толчок. Поэтому вся скандинавская фосьба, она будет заключаться в фазе укола, в фазе тяги, когда мы протягиваем палку, да? И в фазе толчка, у нас будет укол, тяга, толчок, укол, тяга, толчок. В ногах у нас с вами будет попеременная смена, да? То есть, мы будем менять ноги, у нас будет переказ пятки на носок, да? Единственное, что у нас происходит, у нас немножко скользко, да, и поэтому простая. Попробуйте сейчас вот походить, и при этом смотрите, что у нас происходит. У нас в работах включается координация, да? У нас работает нога, противоположная рука, нога, противоположная рука. Мы с вами опираемся на палку, мы с вами прикладываем силу, да? То есть, мы развиваем силу. И при этом сила будет вырабатываться у нас с вами прямо линейкой, прямо линейкой, да? Попробуйте еще подвигаться. Попробуйте еще, и возвращайтесь на локас, и мы сделаем с вами упражнение с палкой. А нужно делать раз взмахнула и раз вступала. Почему можно, например, раз с палкой и два шага? Нет? Конечно. У вас должно быть все время четыре точки опоры. Все время? Вот вы идете, вы идете. И там вы делаете другой. И на этих палках просят сразу историческое фото, а потом себя остановить. Можно я? Конечно. Это было бы хорошо. Первые скандинавы, которые не побоялись среди учителей встать со стула. Это прекрасно. Пожалуйста, индивидуально. Итак, оставайтесь вместе с палкой. Снимайте палочки. Снимайте палочки. Мы сейчас с вами сделаем разминку. Снимайте палочки. Палочки берите вместе. Берите палочки. Будете с палками делать? Буду, конечно, с пугашей. Снимайте палочки. Итак, палки берем вместе. Жанна, я фотоапортирую. Историческое фото. Историческое фото. Историческое фото. Так. А можно и Полтаву тоже? Историческое фото. Мне нужно вставить. А, я с полтавой. У нас есть полтава? Будет. У нас есть полтава? У нас есть полтава? У нас есть полтава? У нас есть полтава. Палочки берите вместе. И я вам сейчас покажу упражнение. С китала вы можете сделать. Иначе... Ага, давай. Отлично. Балочки берем вместе и попробовали вместе с палками потянуться вверх максимально. Как хорошо, да? А теперь опустили на плечи, сделали разворот. Смотрите, это все комфортно и с одной стороны не сложно, но при этом у нас уже с вами в работе включается верхний плечевой кояс. Смотрите, у нас с вами плечевой сустав самый подвижный, но при этом мы его используем с вами всего лишь на 20%. А теперь смотрите, можем как танго представить. Поднимаем, опускаем, опускаем, поднимаем, опускаем, поднимаем. Можем вывести вперед, мы уже почувствуем, как у нас по-другому включаются еще грудные мышцы. Мы можем ускориться, а можем делать медленно. Вот у меня спрашивали, с какой скоростью ходить. То есть вы можете ходить с той скоростью, которая удобна вам, либо развивать свою скорость. Все будет зависеть от ваших целей, от вашего состояния здоровья в тот момент, в который вы пришли. При этом смотрите, мы можем поменять тяну снизу вверх. У кого у нас сильные руки, да? Кто пишет много? Кто пишет много? Можно смотреть вперед, себе, от себя. О, какой-то свойственный. Себе, от себя, себе. То есть на физкультуре можно вместо физкультуры, в принципе, вот... Конечно! Смотрите, мы можем сделать с вами вот маху в этой же... Да. Посмотрите, вот покажем. Да. Отлично. Плюс... Давайте станем в парах. Света, Наталья у вас объединяет. Так. Становимся спиной друг к другу. Одна пара палочек. Нет, подойдите вы ко мне. Мы сейчас на вас покажем. Спиной ко мне становитесь. И сбегаемся в центре. Мы сейчас с Леной покажем. Сначала поднимаем на уровне грудного отдела. И смотрите, тянем в себе. От себя. В себе. Ага. Только отойдите. Мы показали все. Да, видите? Ага. И надо хорошо... Сбейтесь сюда чуть-чуть. Ага. У нас такая локация сегодня. Что? Улица. Да, 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 да. Сам себя не напустишь. И не опускаем. Параллельно. Хорошо? Очень. Ага. Не опускаемся внизу. Да, держите. Все в порядке. На уровне грудного отдела. Да. О. 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 Тогда и себя тянешь больше. Да. 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 При этом смотрите, что мы можем взять. Подписывайтесь вниз. Давайте сейчас на вас на ролевом отделе. Смейте сюда в центр. Центр. Да. Мы можем с вами поднимать до уровня плечевого одновременно. То есть такие могут быть парные. Смотрите. Раз. Поднимаем. Два. Четыре. Теперь поднимаем максимально вверх тянемся. Раз. Соединяем. Два. И опустили. Блевые вороны учатся. Это как раз. Одновременно стремимся. Ага. Два. Три. Ага. Четыре. Поднимаем. Поднимаем. Угу. Пять. Отлично. Опустили вниз. Можете вместе поделать маковое движение. Которое вы можете работать. Хочется, что мы крутим. А будет дело. Смотрите. С одной стороны это может использоваться как игра. Тут командное взаимодействие в паре. Отлично. Остановились. Развернулись друг к другу. Вы можете палки взять вместе. Девочки тоже могут это повторить. Да. Девочки тоже могут это повторить. Мы тоже можем это сделать вместе. Не-не-не. Вместе сложить палку. Вот так. И вот так. Да. Не-не-не. Вместе. Друг напротив друга. Друг напротив друга. Мы с вами будем делать обычное вроде бы приседание. Да. Когда мы тазом уходим назад. Но вместе держимся палками. Вы посмотрите насколько в командах это взаимодействие по-другому ощущается. Попробуйте немножечко натянуть силу. Вот между парками. Руки вытянуть прямо. Выстрелитесь как пара. Немножечко сюда. Да. И пробуем приседать. Только очень аккуратно. Чтобы вы не сидели. Стоп. Пробуем. И стараемся это сделать одновременно. Натяните силу. Да. Натяните силу. Да. Света. Попробуйте колени себе не сгибать. Оттас. Уходите. Вот. Уходите. Тяжело. Уходите. 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 Вы держите. Уходите. Уходите на натяжении. Вот. Уходите. Ножки, ножки. Ножки. На ширине. Видите? Вот. Вот смысл. Уходите. Смотрите, это могут быть различные игры, когда мы можем друг другу бросать, мы можем перебирать палку, то есть у нас будет с вами моторика, мы можем с вами делать обмен, что вот, да, по захвату, да, различные игры. Давайте берите каждый еще по палочке, сделаем упражнение на верхней плечевой, мы можем зависеть, смотрите, палки с вами назад и потянуть хорошо трицепс, да, поднимаем локоточек в ушко, а палочкой, палочкой, вот, вот правильно, хорошо, отлично, да, и палочка еще на вперед, Если она подходит и делает вот так, мы говорим спасибо, мы больно счастливы, отлично. Снежанка не получается, у Света она не ощущается. Вот тут не тянешь? Она себя жалеет. Вот эта рука, так бывает. Она ровно стой. Ты поворачиваешь, ты поворачиваешь. И на вторую руку сделай. Мы пробовали на вторую. Вторую еще лежит. Сейчас руку потянем. Я бы сказала, что 45 слой минус 2. Мы тут все попробовали. Вот смотрите, что еще. Тянется, да. А больно не должно быть. Что еще мы можем сделать? Поставить палки в руку. Вытянуться. Дальше. То есть это упражнение на выдержание. При этом смотрите, что еще можно добавить. Различные рычаги. Которые позволят нам включить в работу и плечевой, и мышцы спины, и грудные. Наташа, если еще добавить ноги. То есть, смотрите, часовая для вас тренировка на свежем воздухе. Которая, с одной стороны, как для тренировки, потому что мы ходим с палками. Плюс мы с вами добавляем упражнения, которые разрабатывают нашу гибкость. Разрабатывают наши суставы. После мы потянулись, сделали мышцы наши эластичные. И мы можем включать различные силовые блоги в наш тренировочный процесс. И тем самым, синдинарская ходьба может быть для нас адаптивна. Для тех целей, которые мы ставим перед собой. Либо она уже включается в процесс тренировок, который у нас есть. Либо это тот вид, который мы делаем для себя приоритетным. Если мы говорим про школьников. То есть, в зависимости от цели. Мы хотим с ними поиграть. Мы хотим включить, занять. Или мы хотим развить у них какое-то качество. Мы, в зависимости от этого, будем выстраивать уже наш тренировочный процесс. Но ключевым для нас всегда останется что? То, что это очень просто. Это доступно. Это не так финансово затратно. Есть финансовая часть в плане палки для школ. Но, тем не менее, это вопрос решаемый. Это та техническая база, с которой вы потом в дальнейшем можете работать. И ее могут использовать и как ученики, ее могут использовать и учителя. И у нас есть такой практический опыт в санатории. Когда руководитель санатория организовал. То есть, сначала ходят пациенты в течение дня. Но в определенное время, три раза в неделю, все врачи собираются в Миргороде. И они часто тренируются. Это настолько здорово, когда и руководство, и те, кто находится, они совмещают этот процесс. Я вам хочу пожелать, чтобы физическое развитие у вас присутствовало. Вы о нем думали, задумались, каким образом вы его будете осуществлять. И если скандинавская ходьба вам в этом будет помогать, будет очень здорово. И, конечно же, вы можете включаться во все мероприятия, которые проходят, и они будут добавлять вам мотивацию. Я презентацию, которую подготовила, я могу вам разуслать. В этом еще посмотрите. Про физиологичность, про биомеханику, пользу. То есть, вот это все в презентации есть. И вы это сможете для себя еще раз дополнительно. Если вы ходите в небольшом темпе, на небольшую дистанцию, 3-4 километра, вы можете. Если вы ходите очень интенсивно, то вам организму нужно восстановить. Если вы ходите, как в обычную прогулочную ходьбу, то почему нет? Вы же ходите каждый день, и ничего не происходит. То есть, тут просто в ходьбе добавились аппараты.